Дмитрий Дудко 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 По государственному общежитическому заказнику «Бухта Казачий», расположенному на территории военного городка номер 467, находится в Вене Министерства обороны. Настоящими проводятся мероприятия по согласованию работ по определению границ заказника подготовки их постановки на кадастровый учет с Министерством обороны Российской Федерации. По словам Константина Георгиевича Горолевича, для сохранения массового произрастания можжевельника в 2017 году будут продолжены мероприятия по созданию государственных природных заказников «Ласпий» и «Караньский». Анатолий Датюк, Виталий Каламинец, информационный канал Севастополя. О том, как проводить диагностику, профилактику и лечение таких заболеваний, как ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева или острый артроз, рассказали на обучающем семинаре врачам-терапевтам, ревматологам, неврологам, травматологам и ортопедам. Лекцию провели в Первой городской больнице имени Николая Ивановича Пирогова при содействии Департамента здравоохранения правительства Севастополя и при поддержке Московской фармацевтической компании. На семинаре выступили ведущие специалисты Республики Крым в области ревматологии из Медицинской академии города Симферополя. Рассказали на лекции и о клинических лабораторных исследованиях при соответствующих заболеваниях, современных подходах к лечению и необходимых медицинских препаратах. Докторам, которые находятся на местах или где-то на фельдшерско-кушерских пунктах, в амбулаториях, в глубинках, информация по этой тематике очень нужна и важна, потому что им приходится на местах дифференцировать именно те заболевания, которые дальше могут быть отправлены пациенты для консультации именно специалистов высокого класса или узких специалистов. В связи с переходом нашей медицины из украинских всех стандартов на российские, есть много нюансов, которые нужны для того, чтобы лучше проводить в жизнь для наших пациентов, выстраивать лучше работу. С одной стороны, ревматологов очень мало, это достаточно узкая специальность, потому что, например, в Республике Крым всего лишь 17 врачей, а пациентов очень много. По частоте развития ревматические заболевания занимают третье место, уступая лишь сердечно-сосудистым и заболеваниям органов дыхания. И, конечно же, на практике врачу, безусловно, надо знать, как лечиться, как диагностируются наши ревматические заболевания. 1 февраля личный прием граждан проведет руководство Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Севастополь, сообщает прислужба ведомства. Обращение принимается с 15 до 17 часов по адресу площадь Нахимова, дом 1. Прием проводится по распоряжению полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. Полиция Севастополя разыскивает 15-летнего Дмитрия Долгополова. Как сообщили в прислужбе городского управления Министерства внутренних дел России, парень ушел из дома 27 января и до сих пор не вернулся. Его приметы на вид 17 лет, рост 170 сантиметров, телосложение плотное, волосы темно-русые, модельная стрижка, глаза карии. Был одет в удлиненную темно-синюю куртку, клетчатую рубашку, светло-бежевые джинсы. На ногах были темно-коричневые завышенные кроссовки Nike. Дмитрий был с рюкзаком черного цвета. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия, полиция просит сообщить по телефонам 54 41 81 59 44 57 плюс 7 917 49 044 44 или 102. 11 фактов нарушения правил дорожного движения пешими участниками выявили сотрудники Севастопольской государственной автоинспекции в ходе рейда «Пешеход». Об этом сообщает Пресс-служба городского управления Министерства внутренних дел России. В отношении нарушителей были составлены административные материалы. Напомним, за несоблюдение пешеходами правил дорожного движения им грозит наказание в виде предупреждения или штрафа на сумму 500 рублей. Центральное городское книгохранилище оборудовали современной цифровой техникой. Теперь посетители библиотеки имени Льва Николаевича Толстого могут получить желаемую книгу гораздо быстрее. Взамен печатному читательскому билету пришла компактная пластиковая карточка. Севастопольцам открыт доступ к материалам крупнейших библиотечных фондов, а старые и ветхие книги получат качественные цифровые аналоги благодаря современному сканеру. Прощайте старые печатные читательские билеты. Теперь посетители библиотеки будут пользоваться небольшими пластиковыми карточками. Заказывать книги можно на специальном терминале или на сайте Центральной городской библиотеки в личном кабинете читателя. В каждую книгу строен чип, похожий на те, что используются в современных торговых центрах. На входе стоят электронные ворота. Унести книгу без регистрации невозможно. Здесь представлена станция самостоятельного обслуживания, которая позволит читателям самостоятельно брать книги, возвращать книги, просматривать свой личный формуляр, те книги, которые находятся у него на руках, и продлевать также срок книговыдачи. В личном кабинете сразу отображается, какое количество книг ему выдано. Можно посмотреть на формуляре, собственно говоря, документы, которые ему выданы. И также можно распечатать квитанцию или отправить на электронную почту. Также в Центральной городской библиотеке работает система виртуальный читальный зал. Севастопольцам открыт полный доступ к крупнейшим книжным фондам страны. На сегодняшний день достигнуто соглашение с президентской библиотекой имени Бориса Николаевича Ельцина. Еще одно техническое нововведение — современный планетарный сканер. С его помощью любой желающий за пару секунд может получить электронный вариант старинного документа, книги и даже ювелирного изделия. В данном оборудовании есть прижимное стекло. Освещение и сама камера, она работает настолько... очень оправданно с данными книгами и не портит никакой послойственной оборудованием. На презентацию проекта пришли представители правительства и законодательного собрания Севастополя. Отметили, развивать библиотечную инфраструктуру будут согласно принятому городскому бюджету на 2017 год. В рамках государственной программы все инструменты поддержки, развития этой системы, они присутствовали и будут присутствовать. Речь идет о ремонтах наших библиотек, которые входят в централизованную библиотечную систему. Кроме того, речь идет о финансировании, приобретении новой литературы, пополнении фондов книжных, о подписке на периодику. Хочу сказать еще раз огромное спасибо за то, что они решились, за то, что они учатся, за то, что они напрягаются. И я думаю, что это все в количестве читателей будет выражено для всего города. Новые технологии планируют внедрить во все учреждения Центральной библиотечной системы Севастополя. Станцию самостоятельной книговыдачи в перспективе поставите на улице, на остановках, рядом с умной остановкой, чтобы читатель, проходя мимо, мог просто сдать книгу. Думаем об этом, работаем над этим. В перспективе создать сводный портал библиотек Севастополя. По единому читательскому билету можно записаться в любую библиотеку города Севастополя. Сдать книгу взять в библиотеке Толстого, но удобнее сдать книгу в филиале. Оценить достоинства цифровых технологий можно уже сейчас. Чтобы получить новый читательский билет, достаточно прийти с паспортом в Центральную городскую библиотеку. Александр Тимофеев, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя. 31 января во всем мире отметили День ювелира. Идея создания праздника возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России», который организовали в Костроме. Официально дату учредили в 2008 на конкурсе начинающих мастеров в Ташкенте. Профессия ювелира – одна из самых древних. Первые украшения появились еще в эпоху палеолита. Современные ювелиры работают в основном с металлами, драгоценными камнями, самоцветами и минералами. Носить изделия ручной работы люди стали более двух миллионов лет назад. Самые ранние украшения относят к эпохе палеолита. Первые бусы, ожерелья и браслеты были в основном из костей и зубов животных, а также из камня. Ювелирное дело развивалось стремительно. Так древние египтяне научились обрабатывать металл, а греки – делать шедевры из стекла и глазури. Сегодня на изготовление золотого украшения в среднем уходит три дня. В профессиональной мастерской исполнят, как говорится, любое желание клиента. Сначала в электронной программе формируется эскиз будущей драгоценности. Затем на фрезеровочном станке создается ее восковая модель. Отлик в металле по желанию заказчика. После мы обрабатываем непосредственно уже инструментом. От филя это получается уже обработка самих изделий, для того, чтобы сглаживание, выравнивание поверхности, для того, чтобы было уже как бы эстетично, как глаз радовало оно. Лобзик непосредственно предназначен для того, чтобы лишнее убирать, лишнее подпилить, лишнее вырезать в нем. Ну, также соответствующий напильник для грубой обработки. Сейчас ювелир трудится над золотым браслетом. Украшение будет состоять из десяти звеньев и более сотни драгоценных камней. Браслет только заказали, мы его только получили после отливки. Вот и начинаем его как бы с сегодняшнего дня подготавливать. Ну, сейчас вот напильником спиливаем лишнее, что является грубой. Нам в данном случае в этом браслете не надо. Особый блеск и индивидуальный стиль ювелирным украшением придают камни и самоцветы. В коллекции Владимира Филогреевича Ануфриева их более трёхсот. Собирать начал ещё мальчишкой. Признаётся из любопытства. Семья жила в городе Азбест на Урале. Неподалёку от дома находилась шахта, с которой всё и началось. Со временем детское увлечение переросло в профессию. Минералогию Владимир Ануфриев изучает более сорока лет. Себя называет не иначе, как проводником между минералом и ювелиром. Натуральные камни продаёт для дальнейшей обработки и изготовления украшений. Первая тонкость профессии ювелира – это быть очень аккуратным. На 99 ювелиров, которые работают, тяплят, только один ювелир работает аккуратно. А ещё если этот ювелир обладает какой-то творческой жилкой, вот тогда у него получаются изделия, которые мне лично нравятся. Здесь ювелир выбрал друзу перита, именно хорошо образованные кубические кристаллики. И металл сделал не просто гладкий, а тоже как будто бы торчат кубики, только уже другого цвета, серебристого. Все они сделаны хорошо, всё отполировано. Вот это я и называю аккуратность плюс творческая жилка. С тем, что ювелир должен быть натурой творческой, согласен Иоганнес Арамаисович Мартиросян. Первое изделие – серебряное кольцо – изготовил в 18 лет. Сегодня занимается лепкой из глины, резьбой по камню и разработкой дизайнерских украшений. Опытный специалист не прекращает экспериментировать и познавать новое в уже, казалось бы, давно известном. Говорит, минус в профессии только один – большая нагрузка на зрение. Всматриваться в мельчайшие детали порой приходится более 8 часов в день. Ювелир или скольнтер-минотюрист, там половина работы делается под микроскоп. И микроскоп со свещением, там может часами напряженно смотреть на работу. Привыкаешь, получается, глаза устают, пока вечером отдыхаешь, на утро уже они готовы к работе. Международный день ювелира отмечают 31 января. Дату установили в 2008 году на одном из тематических фестивалей. Зачастую профессиональный праздник приходится встречать на рабочем месте. А все потому, что откладывать ювелирную работу на потом мастера не привыкли. Анастасия Синица, Александр Дементьев и Деливер Меджитов. Информационный канал Севастополя. Севастополь соберет лучших вокалистов в возрасте от 7 до 15 лет на конкурс «Детский голос Крыма». Об этом сообщает турпортал Крыма. Как рассказала организатор мероприятия Ирина Гридасова, конкурс проводится второй раз и главная его цель – выявить молодые таланты Севастополя и Крыма. Фестиваль пройдет в четырех основных номинациях – эстрадный вокал, вокально-эстрадные ансамбли, академический вокал, народное пение и двух специальных – патриотическая и авторская песни. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 февраля от жителей всех городов полуострова. Финал пройдет в Севастополе 4 и 5 марта. И на этом пока все. Следите за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин